На сегодняшний момент большая часть преподавательского состава успешно посетила на мартовские праздники Европу, поэтому находится на карантине дома, и поэтому здесь остался только я. Но это все здорово, со всех все хорошо, поэтому наслаждаемся как бы исторической эпохой. А теперь я предлагаю всем пройти небольшой warm-up тест, поскольку наконец-то мы можем начать сейчас. Вот, сейчас я его скину в группу с алертами, и можно начинать его проходить. На следующий день точно так же будет? Но не приехали раньше, чем две недели. Надеюсь, что не точно так же будет, честно скажу. Итак, сбросился warm-up тест. Я призываю всех начать его проходить, насколько получается, минут на 10, пока я вырублю экран. Что ж поделать? Хорошо. Во-первых, первый вопрос. Что такое margin? Вопрос простой, простая запоминалка с прошлой лекции, и по счастью, большая часть ответила, что margin это y умножить на предсказание алгоритма. То есть правильный ответ, ground truth, истинная метка на то предсказание, которое сделал ваш алгоритм. То есть, как минимум, в случае с бинарной классификацией это верно, потому что, скажем, если ваш истинный ответ, как бы, класс минус один, алгоритм ваш предсказал один, то ваш margin будет отрицательный, и это нехорошо. Соответственно, когда ответы совпадают, ваш margin для бинарной классификации всегда будет положительным, и по знаку маржина, как минимум, а также по его величине, можно понимать, насколько ваш классификатор ошибся, например. То есть остальные ответы не верны просто по определению, нужно просто запомнить эту штуку, может как минимум на собеседовании всплыть. Ну и полезно про это просто знать. Другое. Следующий вопрос. То, что SVM, почему оно хорошо работает, да, сдача классификации, оно, интересно, что 6 человек ответило, что оно удаляет аутлайеры. Но нет, в SVM нет удаления аутлайеров, в принципе, по определению, как бы, если я, если вы помните, да, скринкаст, там такая штучка мигает справа, вот. Если вы помните, что SVM, во-первых, строят разделяющую гиперплоскость, основываясь на некоторых опорных объектах, да, но это не значит, что оно будет как-то бороться с аутлайерами, как бы, не более, чем другие линейные методы, которые нам встречались в курсе. Вот правильный ответ данной ситуации будет единственное, это то, что оно максимизирует ширину разделяющей полосы между двумя классами. И один регуляризации там не было, в принципе, в постановке задачи. Там, естественным образом, возникает только льва регуляризация, которая сумма квадратов весов. И то, что она выполняет отбор признаков под капотом, нет, это тоже совершенно неверно, отбор признаков она не выполняет. Пожалуйста, проверить прошлую лекцию. Теперь kernel-трик, что это такое? Во-первых, правильный ответ, то, что оно позволяет разделить наши классы каким-то нелинейным образом, как бы, вместо того, чтобы строить линейную разделяющую гиперплоскость. Это правильный ответ. Все остальные ответы неправильные, потому что, как бы, во-первых, расчет кернела, как бы, для двух объектов, это какая-то затратная операция, оно поэтому не будет ускорять процедуру оптимизации, оно не выбирает оптимальную трансформацию, потому что там нет подбора, мы сами выставляем себе кернел, какой мы хотим, как бы, поэтому это наше решение, а не решение алгоритма, грубо говоря. И то, что можно применять в KNN, да, на самом деле, вы правы, еще можно применять в KNN, в принципе, потому что тоже преобразовав фичи, окей. Теперь PCA, если мы оставим только как компонент, и здесь, блин, ответ скрылись, конечно. Самый главный правильный ответ, это то, что она позволяет найти линейное отображение, как бы, от исходного датасета в датасет с меньшей размерностью, говоря. Если вы примените датасет, который будет описан к афичами, мы не получим исходную матрицу, просто потому что мы строим декомпозицию, как бы, и в этой декомпозиции участвуют три матрицы. Мы не можем исходную матрицу представить в виде умножения исходной матрицы, на что-то еще, это неправильно. То, что она может найти линейные комбинации, тоже неправильно. Вы неправильно поняли материалы, связанные с СВД. Пожалуйста, повторите их. Мы строим линейные комбинации исходных признаков, чтобы получить из них новые. И также можно… Вот последний вопрос, который был странный. Короче, ответ на него неправильный, потому что, ну, PCA — это какое-то фиксированное преобразование. Мы фиксируем матрицу, с помощью которой мы можем ее применять, как бы, то есть те коэффициентики, с которыми мы складываем разные ключи, и получаем новые. Поэтому можно применять его к чему угодно, как бы, ну, лишь бы в этом был какой-то смысл. И опять же, что общего у PCA и KNN? Последний вопрос остался. А здесь, на самом деле, правильный ответ на него. Это… Вот тяжело, что я не вижу правильного сейчас вопроса. Позвольте, я их посмотрю. Здесь я боюсь, что это почти невозможно. Я не знаю. Если ты сможешь, сделай, пожалуйста. Скорее всего, это ограничение аудитории, потому что все-таки свет за окном, он мешает работе проектора. Во-первых, первый ответ неправильный. PCA – это unsupervised learning, потому что у нас нет… Мы не работаем с правильными ответами никаким образом, а вот KNN, как правило, подразумевает использование каких-то меток или правильных предсказаний для задачи регрессии. Я пока сделаю паузу, пока экшен происходит. Я думаю, что нужно ставить как есть и просто попытаться с этим справиться. Во-первых, PCA – это unsupervised, то, что мы при методе главных компонентов никаким образом не используем правильные ответы, а KNN мы их используем при обучении этого алгоритма, то есть запоминаем нашу исходную выборку, поэтому это суперvised learning. Второе, то, что они используют специальную форму регуляризации, это не так. Регуляризации по умолчанию в PCA нет, я не знаю, как там вообще ее вставить, но в KNN можно ее каким-то образом ввести с помощью ограничения количества соседей. У них разные формы регуляризации, точнее, у PCA ее в принципе нет. Вот то, что они требуют нормализованные данные, это совершенно верно, и это единственный правильный ответ в данном случае, то, что они оба требуют… нормализацию прежде, прежде чем применять, потому что и там, и там, если вы примените без нормализации, вы получите дурь. Можно… PCA сокращает размерность датасета, но при этом KNN не сокращает никаких размерностей, в этом даже ее проблема, и то, что им обоим требуется подбор метрики, по которой мы будем считать расстояние, метрика нужна в KNN, в PCA она не нужна, потому что мы ищем линейные комбинации исходных признаков. В общем, настоятельно рекомендую всем пройтись по материалам прошлой лекции, потому что здесь получилось какое-то совсем ненормальное распределение, точнее, прям такое вот гауссиано как бы на рандоме накидывали только какие-то ответы, как бы это нехорошо. Хорошо. Теперь можно перейти, на самом деле, к материалу лекции, который нас сегодня ждет, и сегодняшняя мини-лекция будет посвящена кросс-валидации и подходам, которые могут там использоваться, и также немножко успеем, надеюсь, успеем поговорить про разложение ошибки на bias-variants и все. Во-первых, сначала мы покроем стратегии кросс-валидации, которые у нас случались. Задам вопрос, вам на лекциях или на семинарах до этого рассказывали про кросс-валидацию? Я думаю, кому-то да, кому-то нет. На лекции было. Вот эти слайды вы раньше видели или нет? Нет. Значит, сейчас расскажем. В любом случае, когда у нас есть все данные, у нас есть какой-то даст сайт, и мы хотим поверх него построить какое-то решающее правило, какой-то алгоритм, который будет нам предсказывать правильные ответы, как правило, мы бьем наши данные на трейн-тест. Это хороший тон для того, чтобы понять, что мы на какой-то части обучились, а на какой-то части мы проверяем, насколько хорошо мы обучились. То есть мы раньше ее не видели, и просто применяем алгоритм, сравниваем ответики, получаем какую-то метрику. Но что, если, допустим, в трейн нас попала какая-то слишком-слишком хорошие данные, а в тест попали какие-то слишком шумные? Конечно, мы получим какую-то ерунду в плане метрики качества нашего алгоритма. И поэтому хотелось бы как-то пытаться фититься под разные куски всех наших данных, а проверяться на оставшихся кусках. И в этом на самом деле и заключается некоторая процедура кросс-валидации, в которой на самом деле вместо того, чтобы глупо фититься сразу по всем нашим данным, мы пытаемся пофититься по ее части, в данном случае по зелененьким частям, скажем, допустим, пять раз. Если мы будем бить нашу выборку на пять частей и обучаться на, скажем, четырех, а на последние проверяться, и сделаем так пять раз, и усредним наши метрики качества, то получим некоторую такую in the wild, так сказать, оценку качества работы нашего алгоритма на данных, которые он не видел, а также оценку его общающей способности. Потому что, как бы, если алгоритм увидел какой-то шум и смог среди нового шума поискать что-то хорошее, то он, наверное, неплохо обобщился и умеет в себя выбирать какую-то информацию из внешнего мира. Если он, как бы, на шуме обучился предсказывать нули, на реальных данных предсказывает потом какую-то ерунду, в общем, это нехорошо. То есть простая идея в том, что, когда мы видим новые данные, на самом деле, что мы должны сделать? Во-первых, мы должны отрезать сразу какой-то кусок на тестовые данные, причем постараться отрезать его а вот оставшийся кусок, который мы назовем training data, мы с ним должны работать при помощи кросс-валидации, по крайней мере, когда у нас есть на это возможность. Когда ваш дасет имеет размерности порядка миллионов или миллиардов объектов, наверное, это делать тяжело. Но когда у вас не такие большие дасеты, то прям обязательно нужно применять кросс-валидацию, как описано здесь. То есть отрезаем кусок на тест и как бы с трейнером, с частью, которая отвечает за training data, мы работаем через кросс-валидацию. И вот процедуру кросс-валидации ее можно сделать по-разному. Например, вот то, что самое простое было описано в самом начале, это k-fold. То есть эти вот зелененькие и синенькие штучки, где на зелененьких мы обучаемся, на синих тестируемся. Это k-fold, когда мы, опять же, в трейн откладываем четыре куска, в тест кладем пятый оставшийся, делаем так пять раз, усредняем, получаем. Можно делать то же самое, только при этом брать не как бы и непрерывные куски из наших данных, скажем, из нашей матрицы, а брать какие-то рандомные. В принципе, получится то же самое, потому что особого различия между ними нет. Если мы перемешаем наши данные, то будет что-то. Отдельно стоит упнуть то, что такой довольно старый подход, который раньше часто применялся на заре всего этого, так называемый leave one out подход. Когда у вас очень мало данных, но очень хочется проверяться на этих данных, то мы ставим один объект на тест и как бы учимся на всех остальных. И так делаем, соответственно, n раз в зависимости от размера вашего датасета. Но, как вы можете заметить здесь, если у нас, допустим, наш датасет имел такое распределение классов, как показано на рисунках, то мы каждый раз будем тестироваться на подвыборке, которая не будет отражать истинное распределение классов в нашем общем датасете. То есть, как вот здесь мы, например, смотрим сюда, видим, что вот, например, в этот fold для тестирования нас попадет только класс коричневый, и это будет нехорошо, потому что, как бы, мы не сможем оценить нашу производительность по всем остальным классам. И, скажем, алгоритм, который будет предсказывать только класс, который соответствует цвету коричневый, будет, как бы, нам говорить, что все хорошо, но это будет неправда. Поэтому, также променяя следующую модификацию, которая называется Certified C-Fold, это так называемый подход, который, учитывая частотность встречаемости исходных классов в датасете, он с такими же, скажем, весами сэмплирует из всей выборки в наши фолды. То есть, соответственно, мы часть для обучения сэмплируем в соответствующих пропорциях, и для теста мы сэмплируем те же самые пропорции классов, чтобы, как бы, получить примерно одинаковое распределение по нашим целевым переменным и, как бы, удостовериться, что мы проверялись на каждом из классов, который встречался в нашем датасете. Это понятная часть? И разные размеры фолдов? Нет, размеры фолдов, ну, типа, у нас всегда вот здесь, допустим, 4 фолда, потому что 0, 1, 2, 3, 4. Возможно, рисунок, как бы, не отражает реальные картины, то есть, как бы, размеры фолдов одинаковые, просто мы в эти фолды набираем себе данные с такой частотой классов, какая была и в исходном датасете. То есть, скажем, можем я честно посчитать, а потом делать, как бы, random select с заданными вероятностями сэмплирования, то есть там. Ну, и то же самое, как бы, с shuffle split, в принципе, это, я считаю, одно и то же. То есть, здесь мы, допустим, сэмплируем непрерывно, а в shuffle split просто рандомно разницы особой нет. Как бы на поле групп пока можно не смотреть, потому что это будет применяться чуточку дальше, а именно сейчас. Вот теперь нам, наконец, понадобится поле групп, которое было упомянуто на слайдах выше. Допустим, если у вас есть объекта некоторой природы, когда вам достаточно увидеть пример одной из групп, чтобы успешно предсказывать сразу всю группу. Например, если речь идет о задаче распознавания лиц. То есть, допустим, если вы хотите сравнивать сотню лиц и говорить свой-чужой по парам, то вам достаточно увидеть один пример одного чувака, чтобы понять, что он отдельно от всех отстоит. Тем самым, если вы положите в трейн одних и тех же чуваков и в тест одних и тех же чуваков, то между этими чуваками ваш алгоритм может найти разницу, но в среднем по популяции вы можете ее не найти. Поэтому, например, когда вы работаете с какими-то задачами, типа, где у вас есть какая-то сущность, для которой сходные с ней примеры той же сущности будут еще похожи на нее, как, например, с картинками лиц, то нужно как бы эти группы раскидывать по разным фолдам. То есть, как бы, часть групп мы кидаем в train, часть групп кидаем в тест, чтобы они не пересекались между собой. Глупый вопрос. Что такое класс, что такое группа? Класс — это метка, который... Класс — это метка, да. А группа? А группа — это вот некоторая абстрактная группа объектов. Ну, в данном случае, например, это, допустим, для простоты, наверное, лица, короче. В данном случае класс — это, например, не знаю... Мужчина, женщина... Кто-то еще, да? Типа... Неправильный вопрос. Короче, например, скажем, индейцы, не знаю, Соединенных Штатов Америки, там, не знаю, белые европейцы и, скажем, темнокожие жители государства Индии, например, как бы, но как бы желательно раскидать их с разными... Ну, как бы, нужно учесть то, что у нас будет, допустим, по 10 картинок на каждого из них и вот как бы каждые 10 картинок будет вкладываться в отдельную группу. Вот. Наверное, плохой пример. Лучше не стало. Лучше не стало. Хорошо. Существует, что внутри одного класса, например, европейцы, ну, условно, в нашей выборке там есть три человека, там, Джон Линдер и еще Майкл. И вот, типа, они составляют три группы, которые все попадают в этот класс. Да, да. То есть, в смысле, короче, наша задача состоит в том, чтобы мы предсказывали вот этот класс, а группы — это некоторые параметры, которые характеризуют наши объекты. Его может и не быть. Например, в датасете, наверное, Титаник, который вам, наверное, встречался или нет? Нет, хорошо. Ну, в датасете, например... Как бы хороший пример-то привести? Давайте скажем, что группа — это фотография одного и того же человека. И чтобы распознать личность человека, нам нужна всего лишь одна фотка из группы. Ну, я это уже приводил в пример. Типа, ну да, по сути, по сути, да. На самом деле, я могу попробовать привести пример из своей работенки. Он тоже связан с распознаванием рис. Просто дело в том, что, например, в моей работе встречалась задача, когда было всего два класса, короче. То есть класс, скажем, настоящее изображение лица, а второй класс — это как бы искусственное изображение лица, допустим, какая-то фотка, как бы фотка-фотки. И вот как бы если вы положите как бы одни и те же лица как бы в трейдную валидацию, то ваш алгоритм скорее всего запомнит конкретные лица и просто будет их отличать то, что это лицо, допустим, настоящее, а лицо другого чувака будет поддельное. То есть вам нужно разбить по сущностям и положить их в разные подвыборки. То есть одну часть, одни сущности в обучении, другие сущности в тест. Стало чуть понятнее? Нет, это нехорошо. До этого было понятнее. Ну, хорошо, хорошо. Я попробую зайти еще раз сюда, как бы, и если не будет понятнее, то будет печально. Ну, в любом случае нужно воспринимать как бы параметр группы, который дан здесь на слайде, как некоторые кластеры ваших исходных данных, то есть они не как бы никак, ну, они, скорее всего, не влияют на класс, то есть они там не скрелированы как бы с меткой класса. Но при этом, если вы знаете, как бы пример одного из класса, ну, как бы, пример одного объекта из данной группы, то вы, в принципе, можете уже предсказывать всю группу. То есть, например, как здесь у нас в эту группу попали, в этот класс попало три группы, там, синяя, зеленая и оранжевая. И чтобы предсказывать этот класс, допустим, вам достаточно предсказывать, ну, как бы увидеть хотя бы одного синего, И тогда этот класс будет правильно предсказан Можно ли сказать, что в пределах класса Европеоиды Есть, например, 10 фотографий одного и того же человека Майкла И вот эта группа Да, на самом деле, да, хороший пример Наконец-то мы Ну, простите, наверное, просто мы друг друга запутали И это так вышло В любом случае, как бы Можно бить на кафол Просто непрерывно цемплируя из исходной выборки Можно рандомно делать шаффл-сплит Случайным образом выбирая там из групп Как можно все описанное выше комбинировать Короче, по поводу группы Остались еще какие-то вопросы? Да Все, вопросов не осталось по поводу групп? Я сам запутался Вообще, я удивился Я не думаю, что это так сложно объяснить Потому что в голове очень стройный получается А вот на практике В любом случае, специальные случаи, которые вам нужно всегда Как бы отдельно Вопрос А как они где-то помечаются, эти группы? Это какая-то дополнительная метка? Ну, это какая-то информация, которая вам обычно дана То есть, например, в случае с фотографиями людей У вас дан как бы имя или порядковый номер этого человека в вашей базе Вот Но как бы это не обязательно, как бы она всегда будет дана Может быть, вы сами сможете найти, как бы анализируя данные каким-то образом Просто я скалерно смотрю Тут есть группки и фолт метод И он принимает только количество сплитов Непонятно, как он бьет Я думаю, там здесь есть переменная, которая пробрасывается там метка группы В любом случае, когда вы работаете с временными рядами Вам они пока, наверное, не встречались здесь Вообще, кому не встречались временные ряды в качестве Хорошо, хорошо В любом случае, когда у вас есть временные ряды Как бы в чем отличие, когда у вас есть данные по временным рядам У временных рядов всегда есть какая-то метка времени Соответственно, которая определяется положению на временной шкале Как бы вашего данного измерения И если вы просто сделаете вот такое вот разбиение Как бы насамплировать куски И будете учиться на одних, учиться на других То вы потеряете как бы вот это измерение времени То есть то, что у вас данные зависят от времени Их изменения То есть вам нужно бить на кросс-валидации следующим образом То есть вы отрезаете какой-то кусок А следующие за ним данные вы пытаетесь как бы Клаете в валидацию, чтобы на них предсказываться То есть чтобы они не пересекались И чтобы они были из разных временных участков Соответственно, в следующий кусок вы можете брать как бы все, что было И брать еще оставшийся кусок от данных То есть ваш временный ряд на самом деле выложен как бы вот так В данном случае То есть просто никогда не используйте простой тренд-тедсплит Который есть в эскалерне Когда у вас есть временной ряд Я надеюсь, что в курсе мы этих временных рядов еще коснемся хотя бы как-то, но это не точно. Какие-то вопросы по кросс-валидации остались? Вопросов не осталось. Как-то умеем показывать, что она работает или это просто какой-то здравый смысл? Это здравый смысл на самом деле, ну как бы это евристика. То есть теория ее обоснования, наверное, трудно придумать, потому что есть данные в мире, которые ты все не можешь пронаблюдать. Ты хочешь понять, насколько ты в алгоритме обобщается, ну естественный способ тебе постоянно обучаться на разных кусках и тестироваться на оставшихся. Теперь я предлагаю перейти к части, которая показывает небольшой мини-примерчик по кросс-валидации или как испортить себе жизнь на кросс-валидации, если неаккуратно ее применять. Если кто-нибудь видел этот пример, то я прошу вас не подсказывать. Да, конечно, конечно. Как бы вот на основании тех знаний, которые мы сейчас получили, мы давайте попытаемся применить кросс-валидацию на практике и посмотреть, как бы, к чему нас это приведет. Во-первых, мы заимпортим из module selection на себе kfold и кросс-валидационный score, линейный svm, как бы, в качестве нашего алгоритма, хотя, в принципе, нам не важно, какой использовать. И теперь, как бы, давайте мы сделаем себе задачу бинарной классификации, в которой, как бы, мы случайно себе насамплируем метки, то есть совершенно случайно, как бы 0 или 1, и таким же случайным образом, как бы, из нормального распределения мы насамплируем себе и объекты, и признаки. То есть у нас вообще нет никакой зависимости между данными, то есть между фичами и метками, и попытаемся пофитить это кросс-валидацией каким-то способом. Но, как бы, мы будем сэмплировать это, во-первых, как бы, на ваше рассмотрение, какое должно получиться о курсе. Сразу такой вопрос, кто скажет? Ну, даже меньше, я бы сказал, должно получиться, но неважно. А что мы еще сделаем, прежде чем мы начнем решать задачу, как бы, мы будем сэмплировать себе много фичей, как показано в следующей ячейке, то есть порядка тысячи. И мы хотим, допустим, из этих тысячи фичей отбирать 100 самых скоррелированных с нашей меткой. Допустим, вдруг мы будем надеяться на то, что какие-то из наших фичей будут хорошо коррелировать с нашим таргетом, и поэтому будем их отбирать. И для этого у нас будет написан класс, который называется фичи-селектор. То есть мы просто считаем ковариацию, делаем arcsort, то есть отбираем топ-к лучших фичей. И, короче, на трансформе мы трансформируем нашу исходную матрицу так, чтобы в ней осталось 100 компонент, которые наилучше всех коррелируют с таргетом. То есть простой класс. По этой части вопроса есть. Просто мы себе усложняем жизнь, мы такие делаем, как бы, делаем себе еще при процессинг, чтобы вдруг мы пофитим прям нормальное распределение, как бы рандомной бернольевской величины через нормальное распределение, короче. Вот вдруг магия случится. И вот, как бы, в качестве, ну, генерация десета происходит здесь. То есть мы сэмплируем себе n объектов, и всего у них будет 1000 фичей. То есть это просто большая матрица, которая получена из нормального распределения, стандартного. И, собственно, таргеты получены, как бы, 0 или 1, случайно, в количестве n. Все хорошо. Потом мы заводим себе препроцессор, который нам преобразует данные, и делаем честно fit transform от x, y. То есть он возвращает нам x, все хорошо. Делаем модель для классификации, то есть все вроде тоже нормально. А теперь мы честно считаем себе кросс-валидационный скор, через функцию воскалерния, и получаем большой скор. Вот. Возможно, нам случайно повезло, и сид, как бы, в нашем процессе оказался в нужном месте. Давайте сделаем эксперимент много раз. Нет, не сделаем, но сейчас получится все. Вот. И даже когда мы сделали эксперимент много раз, мы все равно получаем, что, как бы, наш, там, средняя оценочка нашей точности на кросс-валидации, точности предсказания, 90%. И вопрос, как мы этого добились? Как мы пофитили Бернольевскую величину через случайно нормальное распределение? Как вообще мы получаем такую классную точность на кросс-валидации? Я думаю, те, кто был на прошлом моем семинаре, кто здесь присутствует вдруг, наверное, смогут на этот вопрос встретить сходу прям. Я что-то похожее разбирал. Вот внимательные шаги посмотрим здесь. Да. То есть, вроде нормально все, как бы, мы отбираем лучшие фичи, типа, по лучшим фичам фитимся вообще, причем по лучшим фичам мы фитим кросс-валидацию. Никто не чует подвох. То есть, как бы, по сути, мы на тест посмотрели, когда выбирали фичи, и потом там сделают кросс-валидацию, потому что вот этот кусок, который мы смотрели, мы его, он совсем не зависит. Именно, ты все правильно сказал. Это именно это демонстрирует этот ноутбук, то есть, что в данном случае мы сделали себе утечку данных из train of test на кросс-валидации. То есть, кросс-валидация потом наша применяется поверх нашей матрицы, в которой уже отобраны 100 фичей, которые каким-то случайным образом оказались скрелированы с нашим таргетом. То есть, мы уже видели таргет, и, по сути, как бы, мы только что сделали утечку для кросс-валидации в тестовый фолд. А поэтому такого делать не нужно, и поэтому я предлагаю переписать эту ячейку, и я покажу, как ее нужно переписать. Для того, чтобы ее правильно переписать, в Ascaler есть такая штука, которая называется pipeline. Пайплайн — это штука, которая позволяет комбинировать в один большой классификатор какую-то стадию препроцессинга и стадию, собственно, обучения и предсказания. Потому что, как вы можете заметить, кросс-валидационный скор, или подобные ему штуки, которые там есть, например, grid.search.cv, который подбирает вам параметры, он берет на себя на вход именно модель, как бы, класс estimator, у которого есть методы fit, predict, transform, как бы, и все такое. И поэтому в нашем случае, когда мы хотим применять какой-то отбор признаков, прежде чем применять нашу модель, причем этот отбор признаков будет зависеть от данных, которые у нас есть, нам нужно подавать, как бы, не только модель, а комбинацию модели с препроцессором. И чтобы эту комбинацию построить, на самом деле, нужно сделать вот так. Ну и стадию предобработки, то есть отбора признаков в нашем случае сейчас. То есть хроме экспресс-то нужно еще сам х какого-то пропихнуть? Нет, нужно пропихнуть туда фичи-селектор. Сейчас я выкину пока это в отдельную ячейку. Оно ругнулось. Супер, супер. То есть что такое pipeline? Еще раз. Я просто покажу docstring, чтобы все могли это посмотреть. На самом деле очень простая штука, которая просто оборачивает собой несколько объектов, которые есть в библиотеке Scalern. Этим объектами могут быть классификаторы и могут быть разные препроцессоры данных. Даже PCA, который был разобран на прошлом семинаре. То есть самый главный для него параметр — это steps, в который можно пробросить как просто список, то есть iterable ваших объектов, которые хотите пробросить, то есть объекты именно, экскалерновские объекты, какие-то модельки. Либо там iterable с именами, чтобы оно потом адекватно отображалось. Но при этом главное — пробросить туда нечто, что будет уже инициализировано в нашем случае. И после этого мы можем честно на самом деле делать уже кросс-валидацию, но для нашей скомбинированной модели, которая обернула в себя шаги припроцессинга и предсказания. Сейчас все-таки я назову ее как-то по-другому, чтобы не путаться. Супер. Не забудем поменять x-best на x и наконец-таки посмотрим на точность. Ну и как бы точность наконец-таки получилась, какой мы от нее хотели изначально, а именно 0.58. А можно еще раз подробнее, что и как мы в эту коробочку слием? Если совсем подробно разбирать, то pipeline — это такая штука, которая получает на себя набор шагов. И, как правило, первые n-1 шагов в них — это должны быть некоторые этапы предобработки ваших данных. Допустим, стендард скейлер, который нормализует вашу выборку, то есть считает среднюю дисперсию, чтобы потом ее применять. Потом, допустим, PCA и отобрать там первые 10 компонент. И так подряд вы перечисляете несколько, там, n-1 шагов предобработительной обработки. Ну, обычно там 2-3, даже 1-3 достаточно. И последним стоит какой-то классификатор, который, соответственно, уже по этим данным работает. Как это работает? Когда вызывается от pipeline метод fit, он как бы последовательно вызывает метод fit у всех составляющих его объектиков. То есть вызвал fit от одного, передал transform в другое, короче, и так далее. То есть он итеративно фитит какие-то шаги при процессинга под данные, потом преобразует эти данные, и на преобразованных будет, как бы, считает уже следующий шаг. Соответственно, фитит, преобразует. И на последнем шаге он просто вызывает fit у вашего estimator, который там классификатор, регрессор, что угодно. То есть тем самым как бы под коробкой, под капотом все это происходит, и это удобно. Хорошо, а в данном случае мы что вызываем? В данном случае, как бы, можем просто сделать себе, сейчас, извини, я, можем здесь уже написать model pipeline как минимум fit. После переменной steps мы как раз записываем все преобразования данных, которые хотим, чтобы pipeline сделать у нас. Да, 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 то есть могли бы все очень написать, на самом деле... А вторая скобочка, это что ли? Ну, это просто я перечислил шаги, чтобы это был iterable. Могли бы все очень написать PCA, типа n-components, не знаю, 10. Правда, сейчас он не заимпортирован, короче, но вот так вот, то есть дописать сюда еще какие-то шажочки и так далее, и так далее, и так далее. То есть главное, чтобы в конце был классификатор, который может делать fit и predict. То есть когда вы потом запускаете predict от всего этого, он поочередно будет от ваших данных вызывать transform, 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 а в конце predict. То есть такая простая штука, ну, как бы, посчитать документацию, на самом деле, если какие-то вопросы остаются, она очень простая, но очень удобная. Вопрос? Еще один вопрос. У нас есть теперь много трейнеров и много тестов соответствующих. Мы каждый раз при кросс-валидации учим нашу модель заново или мы можем на следующем этапе использовать уже подобранные лица на предыдущем? Обычно мы учим заново, потому что в этом и смысл. То есть, ну, обучиться как бы на… Мы оцениваем саму модель, типа функции… Да, насколько хорошо она аппоксимирует данные, как… А не сами вирсатика, которую она подоцовывает. Да, мы оцениваем именно модель, насколько она хорошо умеет, как бы, подстраиваться под данные и обобщаться при этом. То есть, подстроиться под данные можно, там, не знаю, построить кусочно-постоянную функцию, короче. А насколько она будет хорошо описывать новые данные, это вообще хороший вопрос. Можешь еще разобрать? Да, да, да. В следующий момент, почему происходит эти птички, как сказать, в файлайном течение? Еще разобрать. Хорошо. То есть, еще раз. На этом этапе мы делали так. Мы сформировали себе выборку, то есть, допустим, она пришла нам извне. И мы такие, у нас есть вся выборка, мы хотим по ней потом считать кросс-валидацию. Но мы сначала предобработаем всю выборку каким-то способом, то есть, мы используем все знания об этой выборке тем самым. То есть, в данном случае мы отобрали 100 компонент, которые лучшим образом коррелируют с таргетом. А когда потом будет кросс-валидацию, то есть, мы взяли себе там n-1 кусок данных, и на оставшемся k там проверяем, ну, на оставшемся n там проверяем себя. Но мы уже предобработали все данные таким образом, что, как бы, информация из n-ого куска уже тоже попала, как бы, в эту предобработку. То есть, скажем, в данном случае мы уже учли то, что вот в этом куске, в n-ом, могли быть компоненты, которые, объекты, которые сделали свой вклад вот в эти вот, в эту оценку корреляций с вашим таргетом, и тем самым, как бы, когда вы предсказываете на тесте, как бы, вы уже пофитили те зависимости, которые там были, грубо говоря. Но это, как бы, вы не все, как бы, там пофитили, вы не сделали утечку в стиле, там, весь тест переложили в train, но вы какую-то часть информации оттуда, как бы, переложили в ваше обучение. То есть, когда вы делаете предобработку по всем данным, которые у вас есть, вы совершаете большую ошибку. То есть, когда, допустим, у вас будет какая-нибудь лаба, там, или, может быть, была уже, когда вам сказано, подберите на кросс-валидации, там, оптимальные параметры алгоритма, и, допустим, там, нужно ли масштабировать данные. Если вы сделаете масштабирование всех данных в самом начале, такие, типа, дальше будем с ними работать, короче, вы ошибаетесь, потому что вы только что сделали утечку из вашего теста на кросс-валидации в train на кросс-валидации, потому что вы внесли какой-то вклад в, допустим, среднюю дисперсию по считной по всей выборке, вклад, который был в тесте, вы туда тоже внесли. А как бы его не нужно было вносить, потому что, ну, вот, иначе кросс-валидация будет работать не так, как мы хотим. Она не будет получать нам какую-то несмещенную оценку. Да, то есть, если вы хотите сделать нормализацию, то вам нужно все это в pipeline оборачивать, иначе вы себе ногу стрельнете. Если у вас есть фиксированный train, там, train и тест, который вам дал, типа, сверху кто-то, там, заказчик, не знаю, преподаватель, как бы сказал, что это вот четко train, и мы будем просто считать по train наилучшую модель, мы не будем делать кросс-валидацию, просто забудем про это, то все хорошо. Если вы ручками написали кросс-валидацию, и вы такой умный, думаете, что в скалерном что-то все неправильно делается, я напишу все сам, то там вы тоже можете сами это контролировать, но поскольку мы работаем с скалерным, и это проще, то нужно делать через пайплайны, чтобы не сделать утечки себе из валидации в train. Да, на самом деле, только еще одна ошибка, которую никогда не совершайте, не нужно потом отдельно тестовую выборку, короче, ее нормировать через тестовую выборку, то есть, типа, не нужно делать центрирование тестовой выборки просто, потому что тест, как правило, вам неизвестен. Ну, то есть, вам нужно почитать параметры этого самого центрирования через train выборку. Короче, оборачивайте все в пайплайны, не ошибетесь. Вот. Потому что пайплайн, как бы он умный, он все в себя вбирает, и все будет хорошо. Так вы не сделаете утечек, будьте осторожны. Вопросы по пайплайнам и по утечкам остались? Да, еще один. Еще один. А, в смысле, кросс-валидацию, то есть, как бы, интеративное обучение, он тоже внутри себя делает сам? Да, да, там внутри себя какой-то прописан цикл, как бы, но нам он недоступен, то есть, хорошо бы можно было его модифицировать, то есть, мы бы там какие-то кастомные шаги туда внесли, и, в принципе, там есть классы, которые делают кафолд, как вы хотите, то есть, там, можно все это прописать, но это сложно. А пайплайн, как бы, делать все за вас, потому что у вас калерни большую часть шагов предобработки данных уже реализованы, и можно с этим работать легко. Вот, то есть, как бы, опять же, когда вы делаете, допустим, через PCA, и у вас, допустим, есть миллион фичей, вы хотите оставить из них, там, 100 самых классных, и вы хотите сделать это через PCA, а потом на кросс-валидации еще подобрать число компонент, то обязательно делайте пайплайн. То есть, в пайплайне первый шаг PCA, потом, там, точнее, перешаг нормализация, второй шаг PCA, и третий шаг ваш алгоритм, который, там, предсказывает вам что-то. То есть, не нужно делать сначала отдельно нормализацию, там, типа, запомнили данные, потом отдельно PCA, типа, получили еще новые данные, потом поверх хорс-валидацию, и у вас все утекло, как бы, из валидации в трейн. Вопросы остались? Код. Код вот такой. Только я уберу то, что я нафантазировал. Я могу приблизить еще, чтобы было точно видно. Я хотел вывести accuracy score после фита. Давайте, кстати, я допишу правду, чтобы было понятно, что пайплайн, на самом деле, то же самое, что обычный скалерновский классификатор или регрессор, у него тоже есть предикт. То есть, сейчас, там, accuracy score я заимпортил, да? Еще раз, в каком месте мы оказываем кросс-валидацию, потому что мы используем пайплайн? Вот здесь. А, стоп. Кросс-валидацию мы используем после всего. Вот она отдельно происходит, я оговорился. То есть, после того, как мы определили себе пайплайн, то есть, порядок наших шагов, которые мы применяем к нашим данным, предобработка, предобработка, потом модель, потом мы, честно, вот этот весь пайплайн, весь порядок шагов пробрасываем в функцию кросс-валидации здесь. Например, вот так. Она возвращает, на самом деле, список, список скоров, которые вы получаете на каждом из фолдов. И чтобы посчитать средний, можно просто вызвать от него min, потому что это нампай array. Не список нампай array, соответственно. Еще есть одна функция, которая называется gridSearchCV. Я могу, наверное, тоже показать пример работы с ней, чтобы было понятнее. Сейчас получится. Получится. Кто-нибудь с ней уже работал? Поиск по сетке параметров. GridSearchCV. Лучше random search. Ты прав. Хорошо. Randomized search. И, на самом деле, в данном случае, у нас может быть вторая постановка сдачи, то есть, как бы в данном случае мы знали свои параметры алгоритма. То есть, мы прописали себе, типа, lineer.svc, оставить нам параметры по умолчанию, нас это устраивает. Но иногда нам нужно параметры подобрать, то есть, наиболее оптимальные, которые там лучшим образом, как бы, меняют поведение модели, в плане ее, как бы, подстраивания под наши данные, или, наоборот, там, поиска каких-то общей информации из данных. В общем, как вы помните, у модели есть гиперпараметры, которые определяют ее поведение. Эти гиперпараметры можно подбирать. Для этого, например, есть функция randomize search.cv. Я надеюсь, докстринг будет показан сейчас. Во-любом случае. Да, вы правы. Во, наконец-то появилась докстринг. Блин, не там, где хотелось, конечно. Вот. Чтобы эти параметры подбирать, на самом деле, можно использовать функцию randomize search.cv. То есть, до этого мы считали кросс-валидацию. Это просто мы фиксировали модель, фиксировали там шаги при процессинга и говорили, посчитай, мне скоро кросс-валидация конкретно этой модели. А что, если мы хотим параметры модели подобрать? Нам нужна функция randomize search.cv, которая берет на вход собственную модель или, в нашем случае, pipeline, то есть шаги при обработке модель, берет набор параметров, которые нужно перебрать. Как правило, это dict, в котором есть, ключами являются названия параметров, а значениями являются список значений, которые нужно перебрать. И, соответственно, есть число итерации, специфичное для данной модели. Как бы он итеративно будет подбирать вам параметры. Способ оценки, scoring. То есть, в нашем случае это будет просто accuracy, потому что у нас простая сдача классификации. Можно сдать количество job-ов, вся фигня. И есть параметр важный для нас, это кросс-валидация. Ой, все исчезло. Вот, поскольку в нем есть подстрока CV в конце, название этого класса, он делает под капотом еще кросс-валидацию. То есть, что он делает на самом деле? Он выбирает набор гиперпараметров, которые мы перечислили здесь. Как бы один из возможных комбинаций, одной из возможных комбинаций, и считает score на кросс-валидации для этой комбинации. И так делает для всех возможных комбинаций параметров, которые вы ему передали. Число итераций нет. В данном случае это ему нужно сделать 10 итераций, чтобы оценить примерно какой наилучший параметр. То есть, это на самом деле нечестный поиск по сетке, а это рандомизированный, поэтому как бы он быстрее сходится, просто он быстрее работает. Но получает примерно то же самое. То есть, он питит там несколько шарочков и получает потом уже хороший ответ. Вот. Давайте на самом деле я пробую его вызвать, чтобы просто пример показать. В нашем случае мы применяли pipeline, и давайте я его скопирую на самом деле, чтобы он для понимания остался в ячейке снизу. У него были шаги, которые называются preproce и svc. И вот чтобы эти шаги пробросить в рандомизированный поиск по сетке, допустим, preproce мы мобфицировать не будем, но будем мы диктировать svc. И если я не ошибаюсь, это пробрасывается через двойное подчеркивание снизу и название параметра, например, c. Кто помнит, что за параметр c у методопорных векторов для классификации? Коэффициент регуляризации. Вы все не правы. Да, да, вот это самое, которое… Ну, вы поняли, да, как будет? Если вы так скажете, на экзамене будет очень плохо. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Супер. Если вы все помните, что такое коэффициент регуляризации, то это коэффициент при составляющей вашей функции потерь, которая просто является собой суммой ваших весов, то есть либо по L2 норме, либо по L1 норме. Но есть такой трюк, что в эскалерне на самом деле это не только коэффициент, который при этой компоненте регуляризации, а наоборот коэффициент при функции потерь самой модели. То есть увеличивая этот коэффициент, по сути, вы заставляете ваш классификатор больше концентрироваться на модели. Уменьшая его, вы получаете хорошую регуляризацию, потому что на модель ваша функция потерь забивает, а на регуляризацию, наоборот, обращает внимание. Понятный вопрос? То есть, короче, не путайте, что в эскалерне немножко извращенная логика, поэтому нужно на коэффициент регуляризации смотреть несколько иначе, чем то, что преподается у нас в курсе. Не знаю, почему они так сделали, просто они так сделали. Вопрос остался? Впрочем, c это просто 1 делить на c. Да, да, c это 1 делить на c. На самом деле. То есть, чтобы сейчас посчитать нам оптимальные параметры из этого набора, обратите внимание, пожалуйста, чтобы посчитать оптимальный коэффициент при регуляризации, я перебираю не линн-спейс, как бы с каким-то шажочком, а лог-спейс. То есть мы перебираем от 10-3, допустим, до 10-3, и можно делать этот диапазон еще шире, чтобы перебрать разные типы c. То есть либо очень-очень маленькие, либо, наоборот, очень-очень большие. Соответственно, при этом c мы получим модель, которая вообще не регуляризована, а при этом c, наоборот, очень такую прям чересчур регуляризованную модель, например. И чтобы, наконец, посчитать наши оптимальные параметры, оптимальный c для этого классификатора, на нашей совершенно неоптимальной выборке, нам нужно пробросить сюда, во-первых, model pipeline, и, собственно, param distribution, который мы здесь себе написали. И указать параметр scoring, что это будет accuracy, и cross-validats, допустим, на трех фолдах. Ну, пусть будет даже на пяти, в принципе, у нас всего 100 объектов, все будет хорошо. И после этого нужно вызвать от него просто метод fit на наших данных. Надеюсь, он сейчас не упадет. Ну, собственно, все. Он выдался довольно страшную строку, но теперь мы можем посмотреть у него оптимальные параметры, которые он там внутри себя насчитал, через bestparams. И также можно еще вернуть себе наилучший классификатор через bestestimator, то есть то, что он посчитал самым лучшим, как бы пофитил на cross-validats. Но наилучшие параметры в нашем случае мы получили, что c — это довольно высокое, то есть мы усиленно регулировали нашу модель, чтобы на cross-validats получили наилучшую точность. И можно еще, наверное, написать bestscore. Да, bestscore тоже остался. И мы получили там лучший score для такого c, это меньше, чем 0,5 даже на самом деле. То есть вот так тоже можно работать с модельками, и так можно работать с параметрами моделей внутри пайплайна через двойное нижнее подчеркивание. Короче, все прописано в документации на самом деле, но вдруг вы ленивые, вдруг вы видите задние парты, все это. Вопросы остались по части именно cross-validats, работы с данными, как не допускать утечки, то есть еще раз, будьте очень внимательны с данными, не допускайте утечек, прям продумывайте шаги, которые вы делаете, потому что вызвать фид — это очень быстро, а как бы утечку допустить — это еще быстрее. В любом случае тогда, если вопросов не осталось, у нас даже есть время, чтобы перейти к следующей части, которая будет немножко теоретическая. вторая часть нашей сегодняшней лекции-семинара — это разложение ошибки на bias-variance или по-английски bias-variance decomposition, как написано на этом слайде. В чем соль? Очень часто вам показывают кривую переобучения вашей модели. Как правило, ну там, не знаю, во всех курсах машинного обучения, во всех там материалах, как правило, есть такая информация, что вот как бы ваша модель, как правило, в зависимости от ее сложности, ведет себя таким образом, что поначалу, как бы когда она очень простая, допустим, не знаю, просто там… Когда она очень простая, допустим, это просто какой-то признак сравнивается с чем-то, например. Это очень простая модель, решающая пень, грубо говоря. Это мы как бы ничего не фитим про наши данные, то есть мы очень плохо предсказываем наши данные, но при этом… Не, наверное, по-другому это все это писать, на самом деле. Короче, как бы про это… Позвольте, я начну с самого начала еще раз. У нас, у модели, как правило, у всех моделей, с которыми мы сталкивались, есть некий параметр, который называется ее capacity. Capacity можно интерпретировать как ее сложность, в принципе, можно интерпретировать как ее способность обобщаться на некоторых, на некоторых данных. То есть, допустим, у линейной модели Capacity не очень высокая, потому что мы просто с какими-то весами складываем наши признаки, получаем какой-то score и там либо получаем, решаем задачи регрессии, либо классификации. А если мы говорим о каких-то моделях вроде нейронных сетей, то, как бы, наверное, вы все, как бы, неважно, что вы с ними сталкивались или не сталкивались, знаете, что они хорошо вообще описывают любые данные. То есть мы можем пофитить нейронку под чего угодно, но она не факт, что будет предсказывать себя хорошо в реальном мире. И в некотором смысле это отражает вот эту кривую переобучения, то есть по оси X у нас отложена некоторая Capacity, то есть способность модели, как бы, обучаться, то есть корректно описывать нашу обучающую выборку. Наверное, так. А по оси Ординат у нас отложена средняя ошибка этой модели, как бы, на данных, которые она никогда в жизни не видела. Например, ошибка на валидации. То есть для простоты понимания пусть мы будем интерпретировать это так. И можно понять, что когда наша модель ими обладает небольшим капсистей, например, это там простая линейная модель на два признака, то она может даже корректно данные не описать. То есть у нас, допустим, признаков не хватает. И мы находимся в зоне underfitting, то есть мы недообучились. Мы нехорошо даже помеем фитить нашу исходную выборку, но при этом, как бы, и, соответственно, на валидации мы должны будем получать какую-то ерунду. А если же наша модель очень сложная, и она может подстраиваться под что угодно, то есть мы просто запоминаем исходную выборку и стараемся как-то предсказывать, играя от нее, или обучили гигантскую нейронку на миллион слоев, пофитили все, что можно, но как бы пытаемся ее проверять и получаем большую ошибку на валидации. То есть мы очень хорошо подстроились под обучающую выборку, мы просто ее запомнили. Но наша модель не смогла в себя убрать какие-то зависимости, которые в ней присутствуют, чтобы потом обобщить их на реальный мир, например, на новые данные, которые ей никогда в жизни не встречались. Это мы находимся в зоне переобучения. И как бы на самом деле вот эта кривая, которая называется ошибка обобщения в данном случае, можем интерпретировать ее как ошибка, допустим, на отложенной выборке, которая совершенно новая из внешнего мира нам пришла, она складывается из суммы двух кривых, которые всегда будут присутствовать в ваших моделях. Как бы только вклад каждой из этих двух значений, bias и variance, он будет различным. Есть какие-то вопросы по части этого объяснения? В предыдущей штуке, а для больших моделей, когда много параметров, организированный поиск, никакой параметры он работает, это будет для нейронов стейк, потому что там большой репорт? Для нейронов будет все это работать, только это будет очень долго работать, потому что ты обычно их обучаешь, там, несколько сотен эпох. И, ну, если у тебя есть время подождать, то, конечно. То есть, в принципе, это все принять? В принципе, ну, там есть свои трюки, но это, как бы, отдельно лучше на нейронки вынести. Я потом перейду конкретно к обозначениям каждого из этих, как бы, компонент. Просто пока нужно понять, что, как бы, вы в зависимости от того, насколько ваша модель сложна и насколько она хорошо подстраиваться под данные, которые ей даются на обучение, вы можете оказаться в зоне недообучения, то есть вы даже не пофитили трейн, и на вализации тоже будет ерунда. И можете точно так же переобучиться, потому что, если вы слишком хорошо запомнили исходную выборку, то, как бы, скорее всего, вашу никогда до этого в жизни невиденную выборку вы плохо опишете. Это понятна часть? Вот. И теперь, как бы, важный момент – это то, что любая, как бы, вся эта штука – ошибка в общении, на самом деле. То есть, любая ошибка вашей модели, она вся будет складываться из двух, а точнее, из трех компонент. То есть, на данном слайде представлены из них две. Первая ошибка – это bias. Это то… Ну, первая составляющая, первой компонента – это bias. Это то, насколько ваша модель именно отстоит от вашей некоторой искомой зависимости. То есть, скажем, у вас есть какая-то абстрактная зависимость в реальном мире, которая, как бы, точно описывается каким-то распределением, которое вы, конечно же, не знаете, потому что вы не знаете весь мир. Как бы, мир сложный. И вы пытаетесь, как бы, вашей моделью это описать, и ваша модель всегда, как бы, будет немножко ошибаться и немножко не дофичиваться под bias. Но если вы будете делать модель все сложнее, 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 она будет впирать в себя больше и больше данных, то в конце концов ваш bias будет уменьшаться до какого-то разумного значения, наращивая сложность в вашей модели. Это не ошибка на трейдинге. Не-не-не. Я прошу вас смотреть на этот график совершенно абстрактно, забыв про трейдинг и валидацию, то есть как можно больше. Потому что это не график обучения вашего, это не график вашей ошибки для нейронных сетей, типа валидационная ошибка, нет. Это именно абстрактная идея, то, что ваша ошибка всегда складывается из трех компонент. Из них две есть на этом слайде. Первый из них — это bias. То есть у вас есть какое-то исходное распределение во всем мире, которое вы не знаете, но ваши данные являются подвыборкой из внешнего мира, поэтому вы можете описать всю эту подвыборку, но у вас всегда будет какая-то разница между вашим распределением, которое описывает ваша модель, и распределением, которое есть в реальном мире. Это называется bias. То есть его полностью избежать, скорее всего, невозможно. Вторая ошибка называется variance. Это на самом деле не variance в чистом смысле, как бы перевод с английского дисперсия, а именно variance, насколько изменчива ваша модель, когда вы меняете данные, на которых она обучалась. То есть если вы насамплировали из реального мира одну выборку и другую выборку, и, допустим, обучили на этих выборках модели, если эти модели сильно при этом изменились, например, вы обучили там две линейных модели сложных, и коэффициенты сильно прыгнули. То есть у одной модели одни, у другой другие, но выборку-то вы сэмплировали из реального мира, то есть вы ожидали, что ваша модель не должна сильно поменяться. И вот если ваша модель сильно меняется от того, что вы чуточку меняете вашу выборку, то у нее очень большой variance. Если она практически не меняется, то у нее низкий variance. Очевидно, что очень простые модели вроде линейных моделей на самом деле обладают низким variance, потому что это очень простая модель. Просто сложите сами коэффициенты. Если вы там измените выборку на 10 объекта, скорее всего, вы не сильно измените вашу модель. То есть коэффициенты, скорее всего, не изменятся. Если вы возьмете гигантскую нейронку страшную и пофичите небольшой датасет, а потом поменяете датасет, изменив там 10 примеров из 100, то ваша нейронка, скорее всего, сильно изменится. Вы можете сравнивать разными способами, веса сравнивать. Поэтому у этой модели высокие variance. И на самом деле из компонента, который определяет variance, и складывается большая ошибка обобщаемости, когда ваша модель становится слишком сложной. То есть из-за того, что вы не можете насамплировать себе весь реальный мир в вашу обучающую выборку, ваша модель как бы будет изменчива в зависимости от ваших данных, и поэтому ваша ошибка будет потом расти. И, наконец-таки, третья компонента, которая нет на этом стадии, но есть в принципе, всегда нужно ее понимать, это всегда есть шум в данных. То есть у вас всегда какие-то внешние измерения из реального мира приходят с каким-то шумом, с какими-то ошибками, округлениями. И это третья компонента, которая всегда будет в вашей модели. То есть если вы придумали себе какую-то идеальную модель, у которой довольно небольшой bias и variance, у нее всегда будет какая-то ошибка, которая приходит просто из-за того, что это шум. Ну, он есть. То есть вы все равно работаете с каким-то неизвестным вам распределением в реальном мире, и всегда у вас будет ошибка, связанная с тем, что вы оттуда сэмплируете что-то. А теперь, как бы более, может быть, наглядно будет, это следующий слайд. То есть когда вы говорите о разных моделях, о разных типах моделей, вы можете говорить про их bias и variance. То есть идеальный случай, когда у нас low variance, low bias. То есть мы, как бы, каждая точка здесь, это модель, которая была подфитивана, допустим, на разных примерах, там, как бросать нужно darts, да, вот, короче. Каждая точка, это вот, как бы, каждая точка, это отдельная итерация, там, fit-predict в данном случае, fit-предсказание. Идеальная модель, конечно, low bias, low variance. То есть мы чуточку попортили данные, что-то поменялось, и все, предсказываем себе что-то хорошее. При этом low bias, то есть мы предсказываем что-то адекватное, то, что отражает реальный мир, то есть, ну, все хорошо. Мы неплохо обобщаемся, навредации скор хорош, и все отлично. High bias, то есть мы, как бы, меняем немножко выборку, все хорошо, предсказываем что-то похожее, но при этом мы предсказываем совершенно не то. Соответственно, low bias, high variance, то есть мы предсказываем, скорее всего, что-то то, но, как бы, меняем немножко выборку и предсказываем большой разброс, получается, наших ошибок, которые у нас встречаются. И, соответственно, самый плохой случай, когда high bias, high variance. То есть, наверное, пример вот такой, это, скорее всего, линейные модели. Ну, обычно везет, и получается, что он где-то здесь находится. То есть, в принципе, линейные модели — это хороший бейслайн для любой задачи, которая вам встречается, ну, кроме некоторых. В любом случае, правда, просто запомните, что линейные модели — это хороший бейслайн для чего угодно, чтобы с ним потом можно было сравниваться. А пример, наверное, вот такого — это решающие деревья. Но пока запомните, оно будет на следующем занятии. А пример вот такого — это, не знаю, вы что-то с данными не сделали, скорее всего. Но на самом деле такое тоже встречается. Например, вы можете, наверное, сделать себе очень низкую регуляризацию и очень шумные данные. То есть, у вас будет большой варенц, потому что, например, ваша выборка шумная, вы ее чуточку меняете, все превращается в хаос, и при этом вы убрали регуляризацию, то есть вы каждый раз оверфититесь, короче, очень здорово на outlier и так далее, и так далее. То есть нужно стремиться к этому, и пример такого это, конечно, надо еще подобрать. Но в дальнейшем в курсе мы будем разбирать примеры моделей машинного обучения, которые как бы по-разному стремятся. Некоторые стремятся минимизировать bias, то есть как можно лучше пофититься, при этом не потеряв точности. А некоторые стремятся минимизировать variance, то есть при этом не теряя в bias. То есть так, улучшаем и улучшаем немножко все это. Вот. А теперь есть штука, которая довольно теоретическая, которая показывает то, что мы, в принципе, любую модель с любой наперед заданной функцией ошибки можем эту вот самую ошибку разложить на три компоненты, а именно шум, bias и variance. Но это теоретическая штука на кучу формул. Или можем перейти к практике, которая покажет нам просто на практике, как считать bias и variance, и что у вас потом будет в домашке. Практику. Я вижу, у нас вот теория слева, практика справа. Ну, этот вывод можно посмотреть в интернете. На самом деле, да, вывод лучше посмотреть в интернете, и, честно говоря, его лучше посмотреть. Он очень понятный. То есть его… Когда ты в него первого смотришь, как бы думаешь, что очень много формул, очень страшно, но когда, допустим, ты пытаешься его хотя бы частью выписать, ты понимаешь, что все довольно просто. Вот. Ссылочка, на самом деле, на вывод есть, поэтому я предложил бы перейти к части, связанной с практикой, к части, которая… А, решенную версию. Да, я скачаю и выложу потом после занятия. Пока еще раз, пока мы не перескочили, сразу к практике. Всем ли было понятно про bias и variance в данной части? Да. Да, это хороший ответ. Итак, перейдем к части про пример, как строить изложение bias и variance на практике. То есть эта часть вам может пригодиться в вашей домашке в дальнейшем, которая будет с ним связана, или в лабе. Мы еще не решили. Сейчас я запущу ноутбук. Так, а скринкаст еще работает? Да. Извините, пожалуйста, я проверю скринкаст. Это одна минуточка. Ну, часть его сохранилась, я уверен. Прошу прощения. В любом случае, давайте перейдем к материалу семинара. Решенный ноутбук я выложу. В принципе, эти материалы не решены. Здесь нет кода, который был написан. Прямо вот типа как… Вставьте ваш код сюда, поэтому все хорошо. Во-первых, мы хотим построить себе какую-то истинную зависимость. А сейчас он не делал. Да. Сбиваешь меня с толку. Хорошо, я оставлю так, чтобы ничего не трогать. Короче, возвращаемся. У нас есть bias и variance. Bias и variance и предложение. Мы хотим посчитать все эти компоненты, соответственно, bias и variance. Мы хотим иметь какую-то истинную зависимость, которая будет иметь следующий вид, довольно страшный. То есть там косинус, у которого там есть компоненты, похожие на гиперболу. То есть все хорошо. Мы сэмплируем себе… Ну, там, берем себе там примерчик, чтобы построить зависимость. То есть от 0 до 1 мы с шагом 100 берем все чиселки, строим истинную зависимость, все хорошо. Также нам потребуется функция, которая будет нам генерировать датасеты. По сути, она будет сэмплировать из случайного равномерного распределения от 0 до 1 нам некоторые подвыборки. И вместо целевой функции, вместо таргета, она будет нам давать истинную зависимость к некоторым шуму, как это бывает в реальных данных, например, для регрессии. То есть всегда есть какой-то шум, мы от него никуда не избежим. И вот здесь, конечно, уже есть рисуночки. Вот такую форму имеет наша зависимость. И здесь мы себе построили один датасет. То есть истинная зависимость показана кривой цвета циан. И наши примеры из нашей выборки показаны желтыми точками. То есть все понятно, все хорошо. Как теперь мы можем посчитать bias и variance наших моделей на самом деле? С помощью этой функции, очевидно, нам нужно каждый раз, для каждого из датасетов, нужно вызывать, собственно, для нашей модели наперед заданный fit, формировать список. DeepCopy — это просто нечто, что копирует модель. Кстати, я бы просто передавал сюда название модельки, чтобы его каждый раз создавать. Ну, как вариант можно DeepCopy вызывать. Короче, каждый раз она сформирует массив предсказаний, также считает его среднее. И она, честно, считает bias, как некоторое отклонение наших истинных предсказаний от среднего, от среднего по всем датасетам. И variance, честно, считает, как среднее отклонение наших предсказаний от среднего предсказания. То есть каждый раз мы брали новый датасет, он сэмплирован из исходной зависимости, то есть которая нам неизвестна наперед. У нас есть какой-то средний, который, скорее всего, будет примерно совпадать со средним предсказанием. И вот насколько будет отличаться наше предсказание каждый раз от этого среднего в квадрате? По сути, да. Ну, как бы там это более сложно и страшно написано, но вот по сути это так. Для каких-то абстрактных примеров можно сделать совершенно вот именно так. Ну и, например, мы возьмем себе линейную регрессию, но чтобы как-то у линейной регрессии повысить ее bias, мы можем добавить в нашу выборку полиномиальные фичи. То есть мы повышаем способность нашей модели, вот, model capacity, то есть фититься под данные. То есть мы искусственно создаем себе полиномиальные признаки от исходных, чтобы как бы модель могла ловить более сложные зависимости. Вот. И возьмем себе максимальную степень полинома 6. И здесь в цикле просто в зависимости от количества наших степеней для полинома, используя наш полюбившийся нам пайплайн, мы применяем полиномиальные фичи. Еще один хороший пример. И линейную регрессию поверх них. То есть решаем сдачу регрессии, считаем bias и variance, формируем список. Мы это можем сейчас честно запустить. Приномиал фичи. А, еще раз. Приномиал фичи – это такая штука, которая тоже относится к классу предварительной обработки ваших данных, которая позволяет сформировать вам новые признаки, используя имеющиеся. По сути, вы передаете в нее степень полинома максимальную, которая у вас может встречаться, и она формирует все возможные полиномиальные комбинации ваших фичей. Например, если у вас были фичи 1, 2, 3, и вы продали там максимальную степень полинома 2, то она сформирует из этих фичей отдельный признак, который будет степень полинома 0, ну типа все единички, ну это ладно, фигня. Она потом оставит исходные и добавит к ним новые фичи, которые являются либо квадратами исходных, либо… Это все, датасеты будут еще? Да, новые колонки появятся в датасете, короче, новые признаки у вас появятся, тем самым вы сможете описывать более сложные зависимости, например, линейными моделями, потому что линейная модель по умолчанию не умеет описывать сложные зависимости, ну то есть там какие-то нелинейности, там квадратичные, кубические зависимости. Но создав себе новые признаки, тем самым вы показываете ей новые возможности, как бы как подстроиться под ваши данные. мы по сути но есть такая тема полемиальной регрессии короче да там типа мы добавляем при новой степени к там типа и пытаемся попить и то есть данным это исходно не меняли мы просто добавили себе новой информации про эти данные ну я согласен довольно шаткая тема согласен возможно возможно это не интуитивно понятно на самом деле здесь почему мы добавляем новые фичи в качестве предварительной обработки и говорим то что типа это наша модель там степи стала умнее но я считаю что если посмотреть с некоторой другой стороны что вот мы добавили модели возможность смотреть на преномиальной зависимости накидом квадратичные кубические большой степени новости ну то есть да по сути мы смотрим здесь на модель как некоторую как бы абстракцию который не только как бы еще веса формирует для исходного дата сайта но вот короче просто поверьте мне на слово на самом деле потому что мы это довольно игрушечный пример как бы который показывает что даже простой линии регрессии можно посмотреть на эти графики вот зависимости bias и variance от сложности вашей модели в данном случае в качестве параметра сложности выступает именно степень пренома которую мы как бы используя которой мы там наращиваем нашу выборку не выборку прошу прощения а наращиваем количество наших признаков как тот говорит прошу прощения просто а как правило степень очень большие не используется потому что это сильно увеличит размер ваш выборки то есть я бы использовал там степень 2 3 не более это как бы на табличных данных но в принципе всякое бывает но как вы можете понять она честно наращивает вашу матрицу объект при объекты признаки поэтому вас просто папа память сильно сильно разрастается если у вас очень большой это сайт с очень большим количеством признаков то вы ну быть вылезти за границы вашей оперативной памяти просто и вот мы получаем такие графики как мы в среднем описываем нашу исходную зависимость то есть когда степень 1 мы просто честно получаем линии которые немножко гуляют и вы можете заметить довольно небольшой variance то есть мы всегда около около средней линии находимся и чем дальше как бы тем больше мы подстраиваемся под исходную зависимость но тем более вариабельно становится наша модель потому что мы ее начинает немножко колбасить зависимости от шума простите мне мою не высокопарную лексику да честно вот мы потом получаем такой график на котором можно честно это пронаблюдать то есть наш bias который мы честно посчитали по нашим выборкам которые себя насамплировали он уменьшается ну практически постоянно уменьшается поскольку довольно низкий variance растет с ростом числа степени полинома вот еще интересная фигня я пока не буду сбегать вперед все же заметили что есть на краях происходит с нашими зависимостями вот эта штука такая страшная когда возникает такая штука вот это все называется феномен феномен рунги когда мы пытаемся аппроксимировать при новыми высоких степеней какие-то какие зависимости то есть там нужно подбирать для хорошей аппроксимации какую-то другую сетку с которым будем брать данные для аппроксимации исходной зависимости а здесь мы ничего не подбирали то есть мы с ним рандомно сэмплировали поэтому можем получать вот такую страшную дурь про это можно почитать в качестве дополнительных материалов чуть дальше но я считаю что как бы это на ваше на ваше усмотрение в зависимости от ваших интересов но поскольку это было грустный пример скорее всего подобные феномены вам не встретятся в курсе и вот на практике в жизни но полезно про них просто знать что как бы аппроксимация при новыми высоких степеней может быть может давать некоторые артефакты и наверное вопросы по этой части у вас остались с на краях этой штуки ну не пытаться аппроксимировать зависимости при новыми высоких степеней или брать другое развеение другую сетку по которой вы сэмплируете точки то есть как бы там есть есть алгоритм который позволяет их как-то оптимально подобрать то есть где-то где-то у вас будет более более густая сетка где-то она будет более редкая как правило на краях она будет просто более густая да нам это как-то поможет это теперь вы теперь вы знаете больше типа на веномор другое еще связано с тем что иногда бывает полезно анализировать вашу выборку и полезно понимать какие модели лучше применять то есть вы можете теперь ввести новую характеристику каждой из ваших моделей машинного обучения и по ней их сравнивать например линейные модели как бы у нее как правило высокий баенс низкий вариант с кнн там зависимости от количества соседей как бы будет либо очень маленький баис большой верен с либо наоборот вот и это просто чуть больше понимания в плане того как откуда все формируется ваша ошибка и это бывает полезно как бы более сложных примерах тоже потому что может честно посчитать себе эти ошибочки и понять допустим вам нужно для модели модель ваш он растить сделать ее сложнее например случае с нейронками потому что они сейчас везде и если у вас большой веренства вам нужно скорее все что-то с данными сделать то есть потому что какая дурь происходит если вы честно посчитать эти компоненты наверное вы сможете делать правильный вывод и улучшить вашу модель да 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 вполне себе ну это как бы это не must have это просто как бы один из путей есть конечно более простые пути которые вызываются там как бы из коробки там дополнительно кросс валидации например но это способ анализировать ваши ошибки и он я считаю очень полезный ну дает опять же понимание того как бы откуда все все формируется ваша ошибка тут и появляется страшный график кросс вреднут переобучение когда у вас там начинает расти еще я хотел бы добавить небольшую если большой вариант что-то с данными к эта хрень если честно посчитал себе variance и видишь что он большой это наверное свои данных что-то нехорошо то есть ну нужно бросить добросить примеров или допустим а еще второй вариант нужно до кинуть регуляризации модель побольше то есть такое как бы регуляризация тоже на это влияет и чем там дальше мы будем смотреть там на разные модели которые в которых тоже регулизация играет роль как бы в нейронках нейронки тоже не исключение там регуляризация это очень важная штука и можно сделать разными способами если видите большой bias то ну как бы наращивать все модельку и опять же данные данные потому что машинное обучение наука данных вот и пожалуйста прошу у вас не интерпретирует этот график как кривую зависимости скорой навалидации и нейронов то есть если кто то из вас с нейронками встречался пожалуйста меня позже просто не слушайте а если кто-то с нейронками встречался то это не зависимость скорой навалидации там или лосса навалидации нет нет это именно ошибка обобщения вашей модели именно ошибка которая возникает а это capacity это не количество эпох которые вы ее учили это capacity пожалуйста не путайте были прецеденты кто из вас с нейронками знаком там прям на практике хорошо хорошо немножко знаком с нейронками короче и это не эпохи и это не эпохи вот на этом наверное все что я хотел сказать сегодня как бы если какие-то вопросы еще есть то подходите после занятия если нет то не подходите теорию глянуть там боль там больше чем на минуту как бы ты поверь хорошо давайте попробуем на самом деле правда сделать некоторые инсайта в теорию пока я вас не отпустил это буквально несколько минут а страшная формула я оставлю вам пусть у нас есть некоторые данные вот есть выборка размера l как мы можем как бы посчитать себе bias variance компоненты честно как бы используя абстрактное довольно совершенно измышление носить выборка размера l которая на самом деле пришла к нам из какого-то неизвестного распределения поверх дан наших данных вот и допустим мы чем за чьи регрессии допустим мы считаем средний квадратичный лосс и соответственно наша оценка среднего риска на самом деле это будет нашим от честно и мат ожидания по нашему неизвестному распределению которая как бы есть в природе в котором на самом деле вклад каждого типа из из примеров этого распределения на самом деле будет зависеть от того как часто он встречается в нашей природе опять же но внимание как бы мы конечно же не знаем это распределение мы конечно мечтаем его узнать но это невозможно поэтому кажется что как бы вот эту штуку ну как бы трудно интерпретировать начать довольно абстрактная фигня однако однако мы можем как минимум из этого из выражения показать себе, что оптимальный для нас классификатор на самом деле это будет мат ожидания по нашей природе, по таргетам, которые там есть. Мат ожидания нашего таргета по условному расплению, которое присутствует в нашей природе, то есть Y при условии X. Пока это кажется не очень очевидным, но на самом деле, если поиграться с формулами, то это можно показать. То есть на самом деле для регрессии идеальный для нас классификатор тот, который предсказывает наиболее часто встречающийся класс похожий на данный объект, в зависимости от икса. Допустим, мы знаем все иксы, как бы, ну вот, все хорошо. И это доставляет нам минимум этого нашего эмпирического риска. Это будет полезно узнать в дальнейшем, то есть в дальнейшем для дальнейшего вывода. На эту штуку можно смотреть как бы на пример того, как можно играться с отожиданиями, короче, и распределениями, как бы в реальной практике немножко так. Так, вот, что мы здесь добавили в первую очередь? Мы смотрим честно на наш mse, на нашу функцию, функцию ошибки, нашу функцию потерь, которая честно, честно mse, и мы добавляем в нее умный ноль. Как бы, как, как говорила одна моя знакомая, я на парах по функанате, по умный ноль здесь это я, но вот так можно потом это раскрыть. Получается, конечно, довольно страшная фигня, наверное, но на самом деле, что мы можем здесь показать, так это то, что вот, если мы промотожидаем вот это по x, по y, среднюю компоненту, среднюю, которая находится вот здесь, то она уйдет, и потом мы сможем показать именно, что оптимальным для нас алгоритмом для решения сдачи регрессии является тот, который выписан сверху. То есть если мы потом эту штуку подставим в нашу оценку эмпирического риска, честную, которую через мат ожидания, мы получим, соответственно, просто, ну, разложим сумму мат ожидания суммы как сумму мат ожидания, все хорошо, и вот первые две компоненты, в принципе, все с ними хорошо, с ними пока трудно что-то сделать, но с этой можно показать то, что мы, то, что она выходит в ноль, с последней. Вот. И если честно на ней сфокусироваться и посмотреть, то вот у нас есть честное произведение, и можем расписать мат ожидания по двум переменным, как типа мат ожидания по одной, а внутри будет условное мат ожидания по зависимости от другой. И если так это честно расписать, то на самом деле можно вынести часть за скобочку, грубо говоря, за мат ожидания одной из них. И если бы мы отожидать вот здесь вот эту штуку, то это константа. Вот. Я украл терминологию из другого лектора. Ну, неважно. И получаем здесь ноль. На самом деле. То есть вот такая штука. Перекидываем мат ожидания, как бы раскладывая его там на условное, и выбрасывая оттуда константы. Можно получить довольно простую формулу, что наш эмпирический риск, он раскладывается в две компоненты. Одна из них — это мат ожидания по одной из формулей. И, соответственно, она не зависит никаким образом от нашего решающего алгоритма. А вторая зависит. И, в принципе, можно понять, что минимум доставляется вот здесь. Вот. Соответственно, такая штука. И если углубляться дальше, то там начинается еще больше интересная дичь. Вот. Я могу про нее тоже подробно рассказать. Или вы хотите уйти домой? Хорошо. Мы идем на более сложном режиме. Хорошо. В таком случае, когда мы хотим считать наши bias-variants-разложения, то у нас есть какое-то скрытое распределение, на которое мы никак не можем его сэмплировать себе. Там типа оно бесконечно, мы никак его не знаем. Но можем пытаться как-то его аппроксимировать, используя какой-то алгоритм. То есть мы на самом деле строим какую-то функцию, которая отображает из такой вот сложной конструкции, из сэмплов из нашего исходного распределения, отображает семейство алгоритмов. Какое-то наперед заданное. Допустим, в нашем случае это семейство алгоритмов, допустим, в линейной модели. Но мы не будем себя ограничивать никому, мы просто скажем, что такая зависимость у нас есть. И тогда на самом деле мы можем понять качество нашей построенной модели, качество нашей аппроксимации, которую мы получаем через эту модель, через вот такую довольно хитрую формулу. То есть мы внутри считаем мат-ожидание, по сути, наш эмпирический риск, но мы делаем его мат-ожидание по всем возможным выборкам, которые есть в природе. То есть это довольно сложная конструкция, конечно, ни как честно мы ее не посчитаем, но можем посмотреть на то, в какие компоненты она может отложиться. И на самом деле в этой конструкции, в конце концов, она будет раскладываться в наши три компоненты, а именно какой-то шум, который будет у себя присутствовать, от него никуда не сбежать, в bias и variance. Вот такая вот история. И на самом деле, посмотрим на внутреннюю компоненту более внимательно. Мы, во-первых, забудем про то, что у нас есть зависимость от x, там где будет сложная формула, чтобы упростить себе жизнь и понимание там написанных формул. То мы можем показать, что вот такая штука через, опять же, умный ноль расписывается в две такие компоненты. То есть там, на самом деле, если честно, выписать то же самое, что мы делали раньше чуть выше, можно получить вот такое. И, по сути, расписывая следующим образом нашу, как бы оценку качества нашей функции, которая строит нам модель, мы можем перейти к следующим формулам. То есть мы разложили ее на две компоненты. Там была часть, которая не зависела от x, и, собственно, от нее мы ее себе оставили, ну, как выкинули. А в части, которая от x большого, все-таки от нашего датасета, все-таки зависела, мы поменяли местами мат ожидания, потому что мы так можем делать. И если мы это снова распишем, то мы снова добавляем сюда умный ноль. Немножко скачем по формулам. Вот это довольно страшная формула, как бы, поэтому я всех призываю все-таки ее почитать в материалах, я ее просто прокомментирую. Если честно ее раскрыть, то мы вновь получим себе как бы два слагаемых, которые будут как бы квадраты, которые на самом деле будут определять нашу bias-awareness компоненту. И останется третья слагаемая, которая уходит на ноль, потому что, опять же, мы можем поиграться с мат ожиданиями. Вот. Трудно фокусироваться, неправда. И если, опять же, поперебрасывать мат ожидания справа налево и посмотреть, что у нас получается здесь ноль, эта страшная штука уходит, я вызываю так много смеха, что прям страшно. И в конце концов мы остаемся с такими компонентами. То есть у нас всегда будет какой-то шум, потому что наш, как бы, наш Y будет гулять, как бы наше мат ожидания Y по X будет гулять. У нас будет bias, который будет определяться тем, что мы какую-то построили среднюю себе, средний метод принятия решения, как бы, и оптимальный. И у нас будет variance. И вот так это выглядит для случая, когда у нас есть среднеквадратичная ошибка в качестве функции потерь. Для других оно расписывается еще более сложно, поэтому на свой страх и риск. Как бы смотрите все эти материалы. Но они все есть, по ссылкам можете перейти и посмотреть честно, как это выглядит. Ну и опять же, чтобы вы, если вы не забыли, то мы говорим именно об этих терминах, как бы, вот, чтобы жизнь стала проще. Наверное, на этом, правда, все.